В Чебоксарах по проспекту 9-й Песелетки 2 открылась социальная столовая для малоимущих. Пообедать с горячим можно трижды в неделю. Меню изучала наша съемочная группа. До открытия осталось пару минут. В столовой последнее приготовление. Сегодня в меню щи, гречка с котлетой и компот. Помыть руки с мылом и можно рассаживаться. Николай Романов не пропускает ни одного обеда. Вот и хорошо, нравится мне. Сегодня первый поели, второй это уже, второй и третий это уже есть. И хлеба хватает. Вообще, наедаете? Да, наедаем все. Повара хорошие. Коллектив хороший. Нормально все. Ни шума, ни гамма. Аккуратно все чисто. А то бывало так, каждый раз, по каждым точкам, там разные бывало. Но я сам люблю щи варить со свежей капустой. Вот тут со свежей капустой, это очень хорошее. Вкусно и по-домашнему. В день здесь обедают 50 человек. Еду волонтеры общественной организации «Новая жизнь» готовят сами. На смене в столовой три добровольца. Кому второе? Юлия Перминова увидела объявление о наборе волонтеров и не смогла пройти мимо. В столовой помогает дважды в неделю. Решила помогать, потому что это придает самой огромное количество сил. Все-таки, когда ты видишь, какое количество людей нуждается в помощи, в добром слове и в поддержке, просто нельзя проходить мимо. У меня есть здесь любимая бабушка, которую я жду сегодня с нетерпением. Я очень хочу ее накормить. В этом центре можно не только пообедать. Постирать бесплатные вещи или сделать новую стрижку. Волонтеры во всем помогут. Как вам стрижка рассказывать? Нормально. То, что хотели? Красно. Нехватка одежды – проблема нуждающихся. Добровольцы позаботились и об этом. Здесь можно подобрать все необходимое. Вот, о, нет, малый, 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 малый. Привет. Это бумага, да. А мне еще есть? Побольше. Сейчас посмотрим. В команде волонтеров 15 человек. Справляются своими силами, но от помощи не откажутся. Продукты питания, бытовая химия, одежда. В центре пригодится все. Татьяна Леонтьева, Бухтиар Велиев, Республика.